Вопрос. Каково религиозно-правовое решение, хукм, в отношении мольбы, которая приводится в хадисах, о которых было сказано, что они слабые? Например, первое. «Аллахум малека сумту, ва аля ризقيка афтарту» «О Аллах, я постился ради Тебя и разговелся пищей, которую Ты даровал». И второе. «Ачхаду аля илляха илля Аллах, астагфиру Аллах, асэлю кальджанната, ва ауузю бика минаннар». «Свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Прошу Тебя о рая и прибегаю к Твоей защите от огня. Предписаны ли они? Дозволены, недозволены, их желательно или запретно произносить?» Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, мольба при разговении, которая была упомянута Вами, приводится в слабом хадисе, что привел Абу Дауд под номером 2358 от Муаза ибн Зухры, что до него дошло, что когда пророк, саляллаху алейхи вассалям, разговлялся, то говорил «Аллаху маля ка сумту ва аля ризки ка автарту». Вместо этой мольбы нам достаточно той, что передается в хадисе, который привел Абу Дауд под номером 2357 от Ибн Умара. Да будет Аллах доволен им и его отцом, что когда посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, разговлялся, он говорил «Захаба ал-замэу, вабталлятиль уруку, васаба тал-аджру инша Аллах». Ушла жажда, жилы наполнились влагой и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху. В отношении этого хадиса, аль-Албаниев Сахих Аби Дауд сказал, что он хороший. Во-вторых, постящемуся желательно обращаться с мольбами к Аллаху как во время поста, так и во время разговения. Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, сказал «Мы обратились к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. О посланник Аллаха, когда мы тебя видим, наши сердца смягчаются, и мы становимся теми, кого больше заботит будущая жизнь. Когда же мы расстаемся с тобой, то нас начинает восхищать мирская жизнь, наши жены и наши дети». На что он сказал, «Если бы вы всегда были в подобном состоянии, в котором вы находитесь со мной, то ангелы приветствовали бы вас за руку, и они навещали бы вас в домах». «Если бы вы не совершали грехи, то Аллах привел бы других людей, которые бы совершали грехи, чтобы прощать им их». Мы спросили, «О посланник Аллаха, расскажи нам о рае, каков дом в нем?» Он ответил, «Дом в нем из золотых и серебряных кирпичей. Штукатуркой ему служит мускус, щебнем ему служат жемчуг и рубины, а землей шафран. Кто войдет в него, будет пребывать в благоденствии, и никогда не будет несчастным. Он пребудет там вечно и никогда не умрет. Его одежда никогда не износится, и его молодость никогда не пройдет. Мольба троих человек не будет отвергнута. Справедливого предводителя, постящегося, пока он не разговелся, и мольба протесняемого. Она поднимается к облакам, перед ней открываются врата небес, а Господь, Великий и Всемогущий, говорит, «Клянусь моим величием, я непременно окажу тебе помощь, даже если это будет спустя время». Хадис привел Ахмад под номером 8030. Шуайб аль-Арнаут в Тахкикуль-Муснет сказал, что хадис достоверен. Также этот хадис передается у Ат-Тирмидии под номером 2525 со словами, когда постящийся разговляется. Аль-Албани в Сахих Ат-Тирмидии об этом хадисе сказал, что он достоверен. «Просите Аллаха о рае и прибегайте к нему от огня, просите у него о прощении, а также обращайтесь к нему с другими мольбами, которые упоминаются в шариате». Что же касается мольбы, которая приходит именно в таком порядке, то упоминания о ней мы не нашли, а Аллах знает лучше. Аль-Албани в Сахих Ат-Тирмидии